Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144,2 М «Орлан» военно-морского флота ВМФ России. Возможно, покоится с миром, пишет американский журнал The National Interest. К выводам о «смерти» крейсера, который в августе 2020 года в публикации Forbes был назван потенциально самым мощным надводным неавианесущим военным кораблем в мире, в The National Interest пришли, проанализировав задержки в сдаче «Адмирала Нахимова» российскому флоту. Журнал отмечает, что ВМФ России из-за проблем с поставщиками получит крейсер не ранее 2023 года, хотя ранее планировалось, что это произойдет уже в 2022. Издание напоминает, что «серьезные работы» по «Адмиралу Нахимову» начались в 2013 и должны были завершиться еще в 2018. The National Interest отмечает, что конкретные причины задержек в сдаче «Адмирала Нахимова» неизвестны. В июле 2020 года РИА Новости написала, что «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после глубокой модернизации сможет в одиночку сдержать флот НАТО. В октябре 2019 года полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что находящийся сейчас на ремонте атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в случае ввода в строй никак не повлияет на баланс сил между ВМФ России и военно-морскими силами США. У США 11 авианосных ударных группировок. У нас «ни одной», отметил военный обозреватель.